Добрый день, друзья! Добрый день, мотолюбители и любители всего самого большого и самого мощного! И сегодняшний наш видеообзор посвящается самому сильному и самому громадному дорожному мотоциклу с кубатурой 1300. Это, друзья, Honda CB1300. Итак, это уже, скажем так, переходная модель, которая, конечно же, славится своими шестипоршневыми скобами. Найсен, друзья! Обратите внимание, уже снабжены металлические шланги, обратите внимание, армированные, которые будут придавать изюминку и резкое торможение. Конечно же, это очень большие два дисковых передних тормоза в отличном состоянии, друзья! Переднее литье еще, обратите внимание, трехлучевое. То есть, данная переходная модель имеет шестипоршневые скобы, но еще три луча. Итак, широкое переднее колесо с глубоким грунтозацепом. Итак, ширину и всю громадную эту часть мотоцикла, как бы, говорит его передний обтекатель. Обратите внимание, как он спереди выглядит очень и очень большой, с очень коротким ветровым стеклом, но с критическим углом атаки, который будет позволять уводить ветер вверх и защитять тем самым пилота во время езды. Итак, большой дорожный мотоцикл, конечно же, четырехцилиндровый, с двумя распредвалами, кубатурой 1300. 100 лошадиных сил, друзья! Вот так, 115 ньютон на метр. Самый сильный крутящий момент при весе мотоцикла в 250 килограмм. Обратите внимание, какие красивые декоративные ребры сделаны. Хоть они играют роль декоративного, скажем так, значения, но они также играют роль направляющих для того, чтобы теплый воздух согревал ваши ноги, друзья! Итак, мотоцикл с очень большим баком, потому что любит бензин, конечно же, с четырьмя большими карбюраторами, с большими диффузорами, друзья, с очень удобным, мягким, широким седлом, на котором вам будет очень удобно сидеть, потому что оно является анатомически, с дополнительной, как бы, спиночкой. И это будет помогать вам, как бы, удерживаться при разгоне. Очень мягкая задняя сидушечка, друзья, и, конечно же, информационная ручка, за которую вы будете держаться, либо привязывать поклажу, друзья. Для пассажира, обратите внимание, установлены дополнительные алюминиевые лапки, которые мы окрасили в черный цвет, чтобы придать немножечко изюминки. Но водительские лапки, обратите внимание, стоят от спортивного мотоцикла, жесткие, для того, чтобы вы ездили в мотоботах на больших скоростях. Хотелось бы отдельное, скажем, внимание, отделить это выхлопной системе Юшимура, друзья, прямоточного значения, очень-очень красивым звуком. Конечно же, выхлопная система вместе со штанами, облегченная, очень легкая. Итак, очень здоровое широкое колесо, ужасно здоровое широкое колесо, которое снабжает дисковый тормоз, очень толстый, обратите внимание, очень большой. И одна поршневая скоба, найсен, друзья. Итак, тип подвески задней уже такой же, как и на автомобиле, обратите внимание, с распорками, где амортизаторы стоят на кулисе, тем самым гасят колебания и убирают вибрацию, то есть мотоцикл идет ровненько. Итак, спортивная лапа с короткой тормозной пятой, друзья, обратите внимание, очень удобно, будет придавать характер спортивному мотоциклу. Итак, карбюратор с электроклапаном и, конечно же, с механическим обогатителем. Для того, чтобы защитить вот эти большие громадные две крышки, мотоцикл очень тяжелый, установлены дополнительные железные дуги, друзья. Хотя этот мотоцикл просит слайдеры. Итак, большой радиатор, так как мотоцикл водяного охлаждения и весь этот мотоцикл, конечно же, держит очень толстая передняя вилка, друзья. Итак, про мотоцикл. Мотоцикл очень тяжелый, очень большой, попробую я его немножечко на себя вот так подзавалить. Опаньки! Надо иметь очень сильную, очень сильную мужскую такую силу и мышечную массу. То есть, владелец этого мотоцикла будет настоящий воин, как минимум воин, то есть настоящий мужчина. Потому что надо быть очень и очень сильным. Итак, покажу его физику. Мотоцикл очень удобный. При моем низком росте я его полностью контролирую. Ноги правильно согнуты. За счет того, что руль очень высокий и широкий, мне очень удобно им управлять, контролировать так мотоциклом. Бак опущен немножечко вниз, поэтому мой живот не упирается об него. То есть, вот за счет этого и есть комфорт этого мотоцикла. Итак, центр тяжести этого мотоцикла поднят вверх. То есть, это тот же Хонда Х4, только с высоким центром тяжести. Итак, включаем электроснабжение, друзья. Раз, два. И вот он завелся. Я всегда забываю два раза повернуть ключ, друзья. Я привык все очень делать быстро. Пороплюсь. Ну и что, мотоцикл очень большой, с большим двигателем, с очень серьезной работой. Прям какая-то вибрация. Стрелка, тахометр сразу. Песня. Обратите внимание. Я даже пальца медленнее делаю. Итак, я покажу сейчас на грунтовой дороге физику и его движение, как управлять этим здоровым громадным мотоциклом с его 115 ньютонами. Мотоцикл очень удобный. Вот они, 115 ньютонов. За счет высокого центра тяжести, мне удобно разворачиваться на нем. Пожалуйста. Очень удобный мотоцикл. За счет своей кубатуры мотоцикл очень легко уходит в дрифт. Очень сильный мотоцикл. Малейший поворот акселератора уводит мотоцикл просто в дрифт. На данной версии мотоцикла надо быть постоянно на чугу. Потому что это очень... Вот видите на асфальте. Вот он в дрифт уходит. Пожалуйста. Очень сильный мотоцикл, так и пройдется на асфальт. Просто игрушка. Итак, друзья. Досматриваем наши ролики до конца. Ведь дальше будет тест-драйв этого здорового, мощного мотоцикла. Посмотрим, на что он способен на асфальте. В его критических оборотах. Из его 115 ньютонов на метр и 100 лошадями. Итак, друзья. Не забываем, регистрируемся на нашем сайте. motolive.ru До новых встреч. Приходите к нам. Итак, друзья. Динамические испытания большого дорожного мотоцикла Honda CB1300. 100 лошадей серого коня, друзья. Ну что, поехали. Очень мощный большой мотоцикл. Большой широкий руль. Большой ветровик. Но самое главное, это очень сильный мотоцикл. За счет большой подвески очень хорошо держит дорогу. Считывает прям. Едем как по водной глади. Мотоцикл очень мощный. Сейчас посмотрим его динамику. Так, пропустим немножечко автомобили, чтобы их разорвать. Ну что, друзья. Прокатимся на столах, ходя. Так. Хороший подхват. Пропускаем автомобили. Трасса загружена, друзья. Третья передача. Пожалуйста. Посмотрим, как лошадиные силы будут вытягивать часы. Сейчас я посмотрю. Ну что, друзья. Очень сильный. Хорошо ходят повороты. За счет своих широких колес. Фотосикл на любую скорость не ведет. Считает себя прекрасно. Хорошо отзывается на акселератор. Очень хороший приемистый мотоцикл. Скажем так, это настоящий боевой корабль для воина. Который готов отправиться в далекое путешествие. С бешеной динамикой. Труба Юшу Муром урлыкает и немножко заворачивает. Приветствую. Прогрешаем поворотничек. Да, этому мотоциклу, если честно, мало 180 км в час. Он хочет ездить на очень больших скоростях. Не дают нам показать большие характеристики. Потому что происходит стройка. Ну ничего страшного. Потому что нам хватит места их еще и обогнать, друзья. Очень удобный широкий мотоцикл. Мощный, высокий, с широким рулем. Очень приятный ездим. Трубка действительно большая. Как будто сам Господь говорит. Давай, если поедем, то есть, потому что на мотоцикл сидит на ночь. Да, друзья. Ну что еще хотелось бы отметить? Очень удобная посадка. Очень мягко. Очень широкий руль. С мягким резиновым покрытием и с грузиками. Прям подплевывает топливо. Недавно моя система режимура дарит очень хорошую прогрессивную способность, друзья. Очень хороший мотоцикл. Ночный, большой. Для большого человека свыше 100 кг веса. Очень удобный, комфортный. Ну, скажем так, слишком мощный. Вот с нами поздоровался. И машина сейчас есть. И мы уже продавали. Ну что, друзья. Хорошая машина. Еще раз доказывает, что компания Хонда умеет делать произведения искусства. Пожалуйста, вот на пятой передаче мы идем. Нет, четвертый включим. Вот он в дрифт уходит, пожалуйста, с места на четвертой передаче. Очень сильный мотоцикл. Прекрасный вариант для людей, которые любят оружие. И все мощное и сильное. Для человека, который знает толп. Так, друзья. Не забываем, регистрируемся на нашем сайте. Мотолайф.ру Ведь наш сайт служит специально для тех людей, которые хотят купить себе мотоцикл. До новых встреч!